Украинские силы начали формировать операцию, которая позволит подготовить поле боя для масштабного контрнаступления на Южном фронте. О таких ожиданиях писала Синэн 30 августа, сосылка на двух высокопоставленных чиновников США, проинформированных о разведданных. По их словам, формирование операции – стандартная военная практика. Это подготовка плацдарма для контрнаступления. Наносятся удары по пунктам управления российских войск, по вооруженным системам и по хранилищам боеприпасов. США считают, что украинское контрнаступление будет включать в себя сочетание воздушных и наземных операций. Чиновник сказал, что многие из существующих подразделений, которые Россия организует в боевые тактические группы или БТГ, включающие пехоту, танки, артиллерию и средства ПВО, развернуты в недостаточном количестве, а некоторые даже в два раза меньше своего обычного личного состава. США также наблюдают, как украинские силы извлекают выгоду из использования поставленных США и НАТО мобильных ракетных установок «Хаймарс», которые позволили Украине наносить удары и уничтожать цели на удерживаемой России территории. Из публикации CNN. Первые успехи контрнаступления, которые введут вооруженные силы Украины, охватывают участки на юге и востоке страны и могут быть верифицированы независимо. Об этом в своем новом отчете пишут аналитики Института по изучению войны. По их оценкам, украинские силы продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепились на участке территории за рекой Северский Донец в Донецкой области. «Скорость контрнаступления, скорее всего, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушать их командование и контроль и ослабить их моральный дух. Россияне время от времени будут контратаковать и пытаться отвоевать часть утраченных позиций». Из сообщения на сайте Американского института по изучению войны. Российским войскам вряд ли удастся остановить украинское контрнаступление на юге. Об этом заявил белорусскому оппозиционному СМИ американский генерал-лейтенант в отставке бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. «Украинский генштаб очень хорошо справляется с защитой информации, как мы это называем, оперативной безопасности. Потому что если мы это знаем, то это знают и россияне. Я думаю, мы будем видеть все большее количество таких событий, которые создают страх и замешательство в тылу россиян. И мы должны это наблюдать. У россиян не хватает сил для защиты собственного тыла. Поэтому это важная часть подготовки Украины». Бен Ходжес. Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, в интервью белорусскому оппозиционному изданию «Хартия-97». По мнению американского издания «Уолл-стрит-джорнал», успехи украинского контрнаступления на Южном фронте могут принимать разные формы. Даже не отвоевывая значительные позиции, Киев может добиться прогресса. В частности, заставить Россию раскрыть дислокацию своих войск и базы снабжения, занять оборонительную позицию или вытащить войска из других частей страны. Украина также может получить разведданные о российских формированиях в уязвимых местах, таких как командные пункты и склады боеприпасов. Из сообщения «Уолл-стрит-джорнал». Министерство обороны США сообщили, что российские войска в некоторых случаях отступают в Украине. Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. «То, что я скажу, так это то, что мы знаем об украинских военных операциях, которые сделали определенное движение вперед, и в некоторых случаях в Херсонской области. Мы знаем, что в некоторых случаях российские подразделения отступают. Но опять же, чтобы сохранить безопасность операций и дать украинцам время и пространство, необходимые для проведения их операций, я не собираюсь вдаваться в такой уровень деталей с трибуны». Соединенные Штаты предоставляют Украине разведданные и продолжают помогать вооружениям, поддерживая решение Украины начать контрнаступление на юге. Координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби считает, что успехи, полученные на поле боя, дадут Украине более сильную переговорную позицию. Сами они, ВСУ, заявляют о начале контрнаступления, особенно на юге. И мы могли наблюдать свидетельства того, что они двигаются в этом направлении. Я бы сказал так, украинцы уже много раз доказали, что у них есть свобода, чтобы воевать. Они обладают умением для этого. Мы, не только Соединенные Штаты, а также союзники и партнеры, стараемся предоставить им ресурсы, чтобы они могли добиваться успеха на поле боя. Чтобы когда мы дойдем до момента, когда президент Зеленский и президент Путин оба будут готовы сесть за стол переговоров, Зеленский имел необходимые рычаги влияния для определения того, как будут выглядеть условия мира и будущее Украины. Джон Кирби, координатор Совета по национальной безопасности США, в интервью российскому телеканалу «Дождь». Любая военная операция нуждается в тишине. Это подчеркнула начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Поэтому детали о ситуации на Южном фронте будут подаваться по мере возможности. Напомним, президент Владимир Зеленский 4 сентября сообщил об освобождении украинской армии двух населенных пунктов на юге Украины и одного в Донецкой области.